Здравствуйте! На прошлой неделе прошли съезды главных политических партий страны. И сегодня в центре нашего внимания перспективы, которые ждут избирателей по морю на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Политический тяжеловес партия власти присоединила Архангельскую область к Кировской. А во главе списка опять неизвестный нам человек. Кировский политик, весьма солидного возраста. Похожую географическую схему составила КПРФ, где первым номером стоит опять-таки житель далекого нам города Кирова. Судя по всему, дефицит ярких политиков и влиятельных в регионе привел к тому, что политическая инициатива ушла в соседний регион. ЛДП разделала ставку на молодых мужчин, известных в регионе, но разделила округ пополам. Во главе справедливой России, наоборот, женщины, коренные северянки, представители нашей родной области. Похоже, что пришло время женщин во власти, и это веление времени в справедливой России почувствовали и ответили на вызовы времени конкретными действиями. Кстати, именно ставку на женщин рекомендую особенно обдумать. Думаете, мужчины сильно интересуют проблемы ветеранов, детей-инвалидов и сирот, школ, больниц и пионерских лагерей? Именно народные избранницы упрямо занимаются социальными сферами жизни. Там нет выгод, больших корпораций, значительных финансовых заказов. Зато есть проблемы, которые волнуют большинство простых граждан. Именно женщины-депутаты в Госдуме настаивают на строительстве детских садов и поликлиник, индексации пенсии и пособий, продлении материнского капитала и увеличении льгот пожилым. К тому же женщину отличает повышенная ответственность и материнский подход в работе с избирателями. Никаких отписок, настойчивость, неравнодушие и стремление помочь каждому. Наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы за пять лет рассмотрел более 500 законопроектов, третий из которых стали федеральными законами. Повышение качества жизни каждой российской семьи, помощь в воспитании трудных и больных детей, пропаганда ответственного родительства и многодетности – вот наши приоритеты. И такими должны быть приоритеты государства. А проблем еще много. Большинство многодетных семей живет в бедности. Молодым семьям практически нереально решить свой жилищный вопрос. Юные специалисты мечтают уехать в крупные мегаполисы. На селе практически ликвидирована сфера интеллектуального досуга. Оптимизация здравоохранения привела к ухудшению качества многих медицинских услуг. Давайте задумаемся, кто будет заниматься многострадальной социальной сферой в Новой Думе? Олигархи или партийные функционеры? Вряд ли. А кто будет решать проблемы с северян? Заезжие гости из других регионов? На эти вопросы нам вскоре придется с вами ответить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова